Коррекция Юго-Востока по Васту, санузел на Юго-Востоке, что делать? Привет, друзья! С вами канал ArtVastu, и сегодня мы поговорим про сектор Юго-Восток. И давайте рассмотрим, что же у нас является дефектами на Юго-Востоке. Вспоминаем, Юго-Восток у нас такой пограничный сектор, но относится всё-таки он к оттоку. То есть это сектор оттока. Итак, когда мы по формуле распределяем утяжеление во всех секторах оттока, юго-запад и юг мы даём веса 50 кг, например, запад мы даём 35 кг, и на юго-востоке мы даём, например, 15 кг. То есть это у нас такой сектор, в котором меньше всего веса нужно использовать из секторов оттока. Так, что же является дефектами в этой зоне у нас, как и во всех секторах оттока? Это окна, это балкон, соответственно, балкон или лоджия, террасы, веранды и прочее, дверь, входная дверь, туалет, срез или расширение? Срез или расширение. Что такое срез или расширение? Обычная форма квартиры в идеале это квадрат или прямоугольник, но если у нас есть у этого квадрата или вот так вырез, например, срез, то есть вот такая форма какая-то, или наоборот расширение, то есть вот так, например. Ну, неважно, какой формы будет расширение, в любом случае нарушение формы вовне – это будет расширение, нарушение формы вовнутрь – это будет срез. Вот эти все варианты. Также угловатые всякие формы, например, там какая-нибудь вот такая квартира, скорее всего, в юго-восток тоже что-то попадет. Вот, угловатые вот такие формы – это тоже дефект. Итак, все дефекты я перечислила. Теперь поговорим, как мы их корректируем. Значит, опять же, мы корректируем волнами, когда нам нужно достичь веса, волны, волны, так, деревянные подвесы, то есть если у нас окна или балкон, или дверь, то у нас идут деревянные подвесы, как во всех секторах оттока. Так, деревянные подвесы, пленка на окна, пленка бронзовая. Дальше самое интересное. Здесь металл, который мы используем – это медь. Соответственно, если нам нужно утяжелить, ну вот еще раз, например, юго-запад, например, 50, юг – 50, запад – 35 и юго-восток – 15. Вот здесь вы положили камни и железо, и вот здесь. А сюда, так как 15 – это не так много, вы можете положить… Но медь при этом, при всем при этом, медь дорогая. Вы можете положить, например, 10 волнов, 10 кг волны и 5 кг медь. Тогда общий вес будет 15 кг, вот. Но если у вас на все 15 кг денег, например, еще как бы вам – это слишком большое вложение для вас, то вы можете взять меньше. Не можете так, окей, вы можете положить 14 волонами и килограмм медью. Даже килограмм меди будет уже работать хорошо. То есть медь, она работает очень хорошо в этом секторе. Это прям must-have. И для входа в этой зоне, если у вас вход, то мы кладем 1-3 желтых сапфира. Например, в дверной проем, внизу, в пол, в плинтус. Вот, 1-3 желтых сапфира. Желтый сапфир маленький, около 2 карат в породе. Выглядит это примерно вот так. Стоят они, в принципе, каких-то реальных денег, то есть это не какие-то запредельные суммы. Вот, размер 1-2 или там 3 карата, но в среднем 2 карата камушек. Вот эти камушки примерно 1,8-2 карата. Вот такой вы кладете 1 или 3, если у вас вход вот так вот под дверь, под входную дверь в плинтус или в порожек. Так, и еще, если у нас санузел на юго-востоке, у нас санузел, если, давайте вот тут нарисую, вот у нас санузел, вход в санузел, вот, там как-то еще стены идут, квартиры. Нам нужно сделать ожерелье. Это ожерелье мы будем делать из общей формулы 50 грамм меди, мелким и гранулом, и 3 желтых сапфира. Это приблизительная формула, то есть если у вас, например, очень большой санузел, и вы хотите больше положить, то вы используете больше желтых сапфиров и меди тоже. Вот, это такой как бы минимальный. То есть мы также обходим санузел, как и во всех остальных коррекциях, только обходим их общий вес 50 грамм меди и 3 желтых сапфира. Также можно взять 200 грамм меди и, например, 7 желтых сапфиров. То же самое мы делаем, если у нас балкон, балкон или окно, вы можете то же самое под него положить. 50 грамм меди и 3 желтых сапфира. Так, друзья, с юго-востоком мы разобрались. Оставляйте свои вопросы, прикрепляйте их на бусте под постом вопросы. Я буду собирать все эти вопросы и одним видео отвечать. Потом выкладывать новый пост и собирать вопросы, опять одним видео отвечать. Спасибо, что посмотрели мое видео. С вами был канал Артвасту и до новых встреч!